Новый белорусский сервис заказа такси 7204 при заказе с мобильного приложения цены от 1 рубля. Заберем из любой точки, как в городе, так и в селе. У нас только новые авто, культурные, а главное здоровые водители. Национальный сервис заказа такси 7204. Земли в филиале Павлова Агра ООО «Слонимский мясокомбинат» не очень плодородные и в былые времена предшественник колхоз «Октябрь» рекордами и в земледелии, и в животноводстве не блистал, хотя здесь, как нигде, успешно развивали подсобные промыслы. Был образцовый мехдвор. Нынче же в хозяйстве близки к районному рекорду по надою молока от коровы около 8 тонн за год. При Балепашне в 33 с гектара получено более 44 центнеров зерна, что на четверть выше, чем по району. Теперь в Павлова закладывают основу уже будущему урожаю. Посеянные озимые пашут зябь, вносят удобрения. Корма все заложили уже, начали работу по подъеме зяби. Работаем, вкладываемся в график. Нам ежедневно надо пахать 29-30 гектаров, мы это выполняем. Вносим минеральное удобрение и опять уже заботимся о урожае 2021 года. Мы заготовили сила са 14 в 1200, это чуть меньше прошлого года, но мы заготовили больше си ножа, 7 160. Потребность хватит от этого? Уже от центнера кормовых единиц мы заготовили на условную голову 31,8. Так это чуть не полуторагодовый запас. Ну, мы к этому стремимся, но хотя бы на год, чтобы нам от урожая до урожая хватало. Зерновых сколько получили? 4681 тонн. А на круг получилось? Центнера 44,4. А балпашни у вас? Ну, уже теперь 33,6. Так всегда считалось, что центр зерна на балпашни это очень хорошо, а у вас чуть не полтора получается? Все работали, все старались и получилось. Вносили минеральные удобрения, калийные, фосфорные, азотные. На 100% были обеспечены в общем, ну, минеральные удобрениями. И это, ну, фосфора чуть меньше. Тот участок Шиловичский оправдал себя? Конечно, первый год поднимать все с нуля тяжело, но тем не менее. Получили там отдачу какую-то? Отдачу, конечно, получили. Получили зерно, получили солому. Скирды стоят на полях, солома убрана. Начали там запахивать под яровые, зерновые культуры. Вносится сейчас там минеральное удобрение. На одно поле на 48 гектаров уже и калий, и фосфор внесен. И продолжаются калийные удобрения там уносить. А потом мы вот привезли вчера еще 30 тонн суперфосфата с Гомеля по промым договорам. И дальше будем продолжать внесение фосфорных удобрений. Где-то за свои деньги покупаем на промую. Или в рассрочку в область ухозтехники с базы агросервис с города Слоним. Планируется ли там фермы что-то восстанавливать? Мы планируем, но еще это все документально не оформлено. Мы делали проекты, но еще пока до конца не завершена эта работа. Ну там фермы еще можно, так сказать, реставрировать? Они еще в нормальном стоят? Можно, в нормальном. Делали же оценку, делали экспертизу. Они пригодны как и в Шиловичах, так и в Чапилево. Но первую планируем в Чапилево. Продолжение следует...